Дороги в регионе в 2018 предстоит отремонтировать больше 164 километров. Это участки федерального, регионального и местного значения. Сейчас дороги Тюменской алгомерации отвечают нормативному состоянию на 76,9%. И это самый высокий показатель по стране. Если говорить о планах, то к 2025 году необходимо привести в порядок уже 86% всех дорог общей протяженностью чуть больше 2700 километров. Если говорить отдельно про областной центр, то здесь в ближайшие два года планируется построить и реконструировать 20 крупных объектов. Будет проложено 13 километров автомобильных дорог. Капитально отремонтируют 12 километров. 35 восстановят методом фрезерования. Обновят около 20 километров тротуаров и построят 7 километров новых велосипедных дорожек. В целом работы по ремонту, строительству, благоустройству дорог и тротуаров с устройством светофоров, ливневой канализации и наружного освещения проведут на 200 объектах, что в два раза больше, чем в 2017 году. В частности, новый участок появится у улицы Николая Федорова. Он соединит широтную с объездной дорогой и пройдет через гаражный кооператив. Чтобы расчистить путь, придется пожертвовать тремя блоками. Это 164 объекта. Они у нас по процедуре законодательства подлежат изъятию для муниципальных нужд путем оценки и возмещения у собственников затрат, собственно, понесенных. Оценку уже провели. Большинство на предложенную городом компенсацию согласились, но есть и недовольные. Если лицом встанем к моему гаражу, справа 593 они оценили. Человек не имел ни верстаков, ни стеллажей, погреб есть. А пол он снял за год до этого. Фамилию, имя, отчество называть не будет. Слева 450. У него вообще ничего нет в этом гараже. Мой они оценили в 527. Через несколько гаражей оценка 620 тысяч. Понимаете, в чем дело? У меня есть вот данные. Я нанял фирму другую. Они мне оценили 693 в мой гараж. Некоторые уверены, что могут получить за свои гаражи на несколько десятков тысяч рублей больше за счет земли. Участки ведь тоже в собственности. Я не говорю увеличить стоимость. Я хочу, чтобы в этом расчете землю оценили по кадастровой стоимости. А кадастровая стоимость сегодня по нашему расчету 5 360 рублей. Вот если это оценят, у меня претензий никаких не будет. А вам какую сумму предлагают? Мне предлагают 457 тысяч. Но в том числе земля 18 тысяч. А у меня по расчету земля 5 360 умножьте на 23 квадрата. Оценили у меня вот 523 тысячи. Я уже получил деньги в Сбербанке. А купил гараж в 41 блоке за 400 тысяч. Получается 123 тысячи. Мне осталось за нервы, как говорится, за переезд. Я дволен. Ну там пол немного я перестелил. Пол старенький. А так все нормально было. За 400. Мне главное бак. Там тоже я с баком купил. По словам председателя кооператива, 400-450 тысяч рублей – это как раз средняя стоимость гаража в кооперативе «Широтный». Самый высокий ценник? Ну, есть за 500-550. От чего зависит эта стоимость? От внутренней начинки. Бак, смотровая яма, полки, пол там побелено, покрашено. Есть у многих как комната. Тем временем председателя волнует другой момент. Когда дорога будет построена, кооператив «Широтный» разделится на две части. Это значит, что нужно строить новые ограждения, потребуется еще одна сторожка, необходимо обустроить и подъезды к гаражам. И в этих вопросах люди надеются на помощь от городской администрации. Но не мы же это нарушаем свою целостность кооператива. Нарушает администрация. Довод вполне справедливый, но в администрации на вопрос, намерены ли там помочь кооперативу «Широтный», ответа пока не дали. Что ж, поживем, увидим. Это была программа «Новостройка. Главное» о других новостях рынка недвижимости. Расскажем завтра на канале «Тюменское время» в 16.45. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин